Внимание! Следующая программа содержит кадры, которые могут вызвать сильное эмоциональное напряжение. Субтитры создавал DimaTorzok Смелая и несмелая фантазии воплотит на потолке компания «Чистое небо». Качественные потолки могут сделать только настоящие профессионалы. Компания «Чистое небо» отвечает за работу. Гарантия качества 30 лет. Возможно, рассрочка. В полдень 31 октября, вероятно, из-за нарушения эксплуатации печи возник пожар в одном из домов в поселке Первомайский Лицкого района. Загорелись дрова, которые хранились на печи. Однако по технике безопасности это категорически запрещено. Никто из людей в результате возгорания не пострадал. Днем 8 ноября в деревне Ходюки Ходоровского сельсовета горел одноэтажный деревянный, обложенный кирпичом, жилой дом. В результате пожара кровля уничтожена полностью, повреждено перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия «Короткое замыкание электропроводки». Работники МЧС призывают перед наступлением зимы проверить электропроводку, газовое оборудование и печи. Каждый вторник и четверг смотровые комиссии обследуют частное домовладение в Лицком районе. Работники РОЧС, газовые и социальные службы, а также сотрудники милиции проверяют каждый дом. В первую очередь они посещают семьи, находящиеся в социально опасном положении, инвалидов и одиноко проживающих, а также лиц, ведущих асоциальный образ жизни. 2 ноября днем в Лиде горел автомобиль. В 17 часов БМВ вспыхнул во время движения по улице Рыбиновского. Помощь спасателей не понадобилась, что большая редкость для такого рода ЧП. Пожар был ликвидирован своими силами. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. К слову, в Гродненской области в этом году зафиксирован 71 случай возгорания автомобиля. Специалисты МЧС называют три основные причины таких ЧП. В основном возгорание в авто возникает в результате неисправности электрооборудования. Затем идут пожары из-за неосторожного обращения с огнем и источниками повышенной опасности. Это курение, проведение сварочных и других ремонтных работ. Третья причина – умышленные поджоги. Как правило, после возникновения огня автомобиль сгорает в считанные минуты. Но первые грамотные действия самого водителя, либо очевидцев, могут спасти технику. Первым признаком загорания автомобиля является дым из-под капота. Увидев его, нужно же сразу вызывать спасателей, после чего попытаться с возгоранием самостоятельно. Ведь машина может полностью сгореть за пять минут. Для этого нужно приоткрыть капот и появившуюся щель поставить в растроп огнетушителя и сбить пламя. Если огнетушителя нет, подойдет песок, земля, либо одежда. После этого можно осторожно открыть капот, чтобы избежать притока воздуха и усиления горения. Необходимо любыми способами обесточить автомобиль, скинув или же перерубив один из проводов, подходящий к аккумулятору. Литровые огнетушители, которые автовладельцы чаще всего покупают для техосмотра – плохие помощники в тушении пожара. Лучше всего купить пятилитровый углекислотный, либо же порошковый агрегат. Заранее также стоит изучить принцип его действия. Кроме того, нужно периодически его перезаряжать. Вновь в открытый колодец упал человек. Еще недавно в сентябре в Лиде спасатели достали из бетонного капкана женщину. А 6 ноября подобное произошло в Вороновском районе в лесном массиве вблизи деревни Киванцы. Мужчина упал в шестиметровый колодец, наполненный водой, и пробыл в нем около полчаса. Прибывшие работники МЧС при помощи спасательной веревки извлекли пострадавшего на поверхность. Врачи скорой медицинской помощи констатировали у него перелом ноги и госпитализировали в районную больницу. В трагедии закончились земляные работы в Гродненском районе. В деревне Усово в среду 8 ноября бригада из трех человек занималась устройством колодца питьевой воды на частном подворье. На 4-метровой глубине произошло обрушение. Под землей оказался 32-летний мужчина. Прибывшие спасатели при помощи экскаватора достали его, однако признаков жизни мужчина уже не подавал. Установлено, что работы велись без применения бетонных колец. А это нарушение соблюдения технологии проведения таких работ и техники безопасности. К происшествиям на дорогах. В первый день ноября в первой половине дня на трассе Минсгродно столкнулись КАМАЗ и Ауди. Авария произошла вблизи моста через Дитву на участке, где сейчас ведутся работы по реконструкции. 22-летний Минчанин, управляя грузовиком, двигался со стороны Лиды и выехал на встречную полосу, по которой в этот момент ехала легковушка. После удара КАМАЗ оказался за пределами дороги. Автомобиль Ауди, в котором находилась супружеская пара из Лиды, развернулся на проезжей части. И водитель, и пассажирка были пристегнуты ремнями безопасности. Женщина сидела рядом с мужем. Она получила травмы и была доставлена в травматологическое отделение Лидской районной больницы. Предварительно причиной выезда КАМАЗа на встречную полосу движения явилась, со слов водителя, внезапно возникшая техническая неисправность автомобиля. Уже на полосе встречного движения он допустил столкновение с двигавшимся во встречное направление автомобилем Ауди. 3 ноября с переломами позвонков была госпитализирована пассажирка Опеля. Автомобиль направлялся в Гродно. В агрогородке Гончары водитель не справился с управлением, съехал в Кювет, где столкнулся с основанием бетонной водосточной трубы. Во время ДТП шел дождь. По предварительной версии водитель неправильно выбрал скорость движения. Влидя ссора супругов на почве ревности закончилась поножовщиной. Известно, что после употребления спиртного 38-летняя женщина пригрозила мужу, что уйдет. Ее 37-летний супруг сначала пугал ее ножом, а после и вовсе ударил лезвием в живот. К счастью, пострадавшей вовремя была оказана медицинская помощь. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений». В Лиде не так давно произошел интересный случай. Дело было в вечернее время. В милицию поступило заявление о пропаже двух велосипедов, которые стояли у дома торговли. Подобное происшествие не редкость для города, однако редко бывает, что велосипеды возвращают. Но именно так произошло с двухколесными, исчезнувшими у дома торговли. На следующее утро они оба вновь стояли у магазина. Их возвращение зафиксировала камера видеонаблюдения. Припарковал велосипеды неизвестный молодой человек. Только вот пока непонятно, он по какую сторону закона. Правоохранительные органы советуют молодому человеку добровольно явиться в отделение милиции, либо позвонить по телефонам, которые сейчас на экране. Если кто из телезрителей узнал парня, сообщите в Лидский отдел внутренних дел. Анонимность гарантируется. 23 октября в одном из частных предприятий Лиды по улице Притыцкого было совершено хищение различного имущества на общую сумму 480 рублей. Злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. Видно, как он через забор проникает на территорию предприятия и по-хозяйски не спеша осматривает находящиеся на ней. Если кто узнал мужчину в кадре, просьба сообщить в милицию. Анонимность гарантируется. Утро начинается не с этого, не с этого и не с этого. Утро начинается со взгляда. Со взгляда на потолок. Любые ваши смелые и несмелые фантазии воплотит на потолке компания «Чистое небо». Качественные потолки могут сделать только настоящие профессионалы. Компания «Чистое небо» отвечает за работу. Гарантия качества 30 лет. Возможно, рассрочка. Компания «Чистое небо» Компания «Чистое небо» Компания «Чистое небо» RFP «Чистое небо» Никто вас не будет снимать. Субтитры сделал DimaTorzok